Обновленные фасады, крыша, входные группы, подъездные окна и подвальные помещения. Работы по капитальному преображению 10 домов в окрестностях улиц Бикетова, Маховая и Сибирцева идут полным ходом. Также отремонтировать планируется отмостку вокруг домов. Все это в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Начали в начале августа 3-го числа. О нами был заключен договор с подрядной организацией проекта НН. На сегодняшний день, как вы видите, полным ходом идут монтажные работы. Завершить мы рассчитываем 31 октября, но часть домов, первая очередь, так называемые 6 домов, мы рассчитываем уже к 1 сентября закончить полностью. В этот раз на стройплощадке опробовали новый комплексный подход. Это значит, что подрядчик взялся сразу за несколько соседних домов. Параллельно с капитальным ремонтом идет благоустройство при домовой территории. Например, здесь уже расчищают землю под спортивную площадку. Такой подход, по мнению экспертов, должен помочь сократить сроки ремонта и сделать этот период более комфортным для жителей. Здесь даже мы выходим за рамки национального проекта формирования комфортной городской среды. Мы говорим о синхронизации всех городских программ и по благоустройству, и по капитальному ремонту многоквартирных домов. Запрос у жителей уже гораздо другой. Все хотят современные детские площадки, спортивные площадки, для того, чтобы ребятишки могли проводить там время. Для того, чтобы были места для пожилых, были места под парковку, были комфортные проезды и дома выглядели несколько по-другому, чтобы жить здесь было комфортно и приятно. Помимо обновленных фасадов и территорий, здесь появится теплое и уютное место для досуга трудных подростков, центр развития личности и самоопределения. Сейчас в этом помещении площадью 160 квадратных метров идет ремонт. Но скоро здесь появится комната психолога, удобные залы для творчества и встреч с наставниками, а также настоящий мини-театр. Те подростки, которые состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних в городе и области, могут посещать этот центр. Воспитанники и выпускники детских домов, ну и вообще все ребята, которым интересно будет в этом центре находиться, потому что подобного центра нет в ПФО точно. В России, я думаю, наверное, тоже. Сотрудники и воспитанники центра планируют внести свою лепту в развитие соседних территорий. Например, на будущей спортивной площадке проводить конкурсы, мастер-классы или даже чаепитие для всех желающих. Екатерина Васильева, Алексей Завылов. Время новостей.